Ведьмак очень красивая игра, несмотря на то, что вышла она уже полтора года назад. Графика остается не просто на приемлемом уровне, а именно красивой и даже технологичной. Локация, атмосфера, фильтры, гамма, все на высоте, а геймдизайнером и выбранной стилистике каждого уровня у меня просто нет ни единой претензии. Все красиво и лаконично, где-то нужно брутально, мрачно и кроваво. А в остальных местах достаточно симпатично, чтобы радовать глаз и не отвлекать внимания, хотя иногда от красоты вида просто дух перехватывает. Сегодня я хочу поделиться с вами самыми красивыми местами, которые видел за все прохождение игры. Многие из них доступны только по квестам, об этом я буду упоминать, рассказывая о них, а остальные можно посетить в любой момент. И конечно же, Ведьмак не ограничивается только 10 красивыми пейсажами, их гораздо больше. Но вместить их все в формат данного видео просто невозможно, да и многим они могут показаться однообразными. Потом представлю только свои самые любимые. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Сегодня мы посетим 10 моих любимых мест в игре Ведьмак 3. И начнем с самого начала, с места, где началась новая история Белого Волка. С Белого Сада. Уже самый первый вид, которым нам дают насладиться, захватывает дух. Хотя нет, я не прав. Нам не дают им насладиться. На нас тут же нападают местные гули и вынуждают вступить в сражение. А этот вид, если честно, я приметил только при прохождении новой игры Плюс. Но даже не это самое главное. Главное, это двойственность данного места. Сейчас мы смотрим в красивую даль. На реку или озеро, обрамленное лесным массивом. То тут, то там видны деревушки, но за нашей спиной все иначе. Там поле боя. Уничтоженные деревья, трупы под ногами. Разоренная, влажная и багровая от крови земля. Большие ужасы войны практически в первом кадре игры. Хотя именно эту бойню мы и наблюдаем во вступительном ролике. Даже топи Велина после этого меня не так сильно смущают. Хотя есть на топях одно жутко красивое место. С ним еще связано два сайдквеста. И место это называется Коломница. Первый квест связан с Киерой Мец и вот этой ужасной башней. От нее так и пышет проклятием, страхом и смертью. Но несмотря на то, что это просто башенка, от нее невозможно оторвать взгляд. Она впечатляла еще при первом своем виде. Ты шел в нее и понимал, что внутри тебя ждет жесть. Не менее впечатляющей части Коломницы является древний курган с могилами потомков. И местом древнего языческого обряда дяды. Именно здесь я тестировал билд на бомбера. Хотя само по себе оно не очень страшное или жуткое. Но находясь тут испытываешь некий благоговенный трепет. Но хватит уже этих жутковатеньких мест. Давайте взглянем на самый большой город, который нам повстречается за игру. Город государства Новиград. Он выглядит величественно, особенно со стороны. Большой, самостоятельный, самобытный. Стоит вдалеке от войны и прочих внешних расприй. Символ непоколебимости и стремлений найти лучший путь. Люблю его улочки. Грязные, мощеные улочки со шлюхами и торговцами на каждом шагу. И проповедниками вечного огня, у которых от зубов отскакивают одни и те же заученные слова про вечный огонь. Люблю бандитов, поджидающих тебя на каждом углу. Воров и попрошая, которые зарабатывают чуть ли не больше, чем сам Геральт со своего ведьмачьего ремесла. Во всех больших городах есть своеобразный шарм. Я думаю, вы его тоже чувствовали, когда находились в нем. Но кроме шарма, такие города скрывают у некие тайны. Например, порталы, которые позволяют путешествовать по параллельным вселенным. Я не буду сталкивать эти миры лбами или разделять их. Я просто скажу, что каждый из этих миров, которые мы посетили с эльфским знающим, невероятно прекрасен, полон тайн и магически зачаровывающего волшебства. Но больше всего меня поразил мир, уничтоженный белым хладом. Полностью мертвый и холодный мир. С главным видом на горячий вдалеке маяк, как символ неувидающей надежды на будущее. Невероятный вид. Хотя, наверное, красивых видов в игре много. Но больше всего баллов за такое количество мест я бы отдал, конечно же, Туссенту. Краю любви и вина, вампиров. И получается, самых красивых мест. Я не смог найти одно место, вид с которого мне нравится больше всего. Тут и драконии хребты, и невероятный город, и прекрасные винные поля. Край действительно сказочный, где не остановись, подними голову и увидишь прекрасный пейзаж. Правда, такой кислотно-ненастоящий, что ты не веришь в его существование и думаешь, что находишься лишь в сказке. Но потом, ты попадаешь в мир настоящей сказки. И у тебя просто перехватывает дыхание от увиденного. Все, что ты видел до этого, лишь жалкая тень того, что ты видишь сейчас. Вот где действительно сказочное королевство. В мире тысячи сказок. Но доступно оно только по квесту и только при условии определенного выбора. И поверьте, этот мир стоит посещения. Сказочный лес, узнаваемые герои сказок. Бобовый стебель, великан и замок в облаках. Невероятно и потрясающе. Кстати, не пропустите одну из самых красивых любовных сцен за игру. Но мир сказок, это всего лишь мир сказок. И в отличие от него, пещера снов дает нам увидеть невероятное, в относительно настоящем мире, с небольшой примесью иллюзий и снов. Вид летающего по воздуху горбатого кита навсегда въестся в мое подсознание. Но место доступно только по квесту и позволяет встретить еще и главный страх Геральта. Кстати, где-то в Тусенте есть похожий квест, но вспомнить, что за квест я никак не могу. В любом случае, пещера снов заслуживает место в данной подборке, как самая захватывающая дух пещера из снов. Не знаю, как Геральт, но у меня бы от этой пещеры мурашки шли по коже от увиденного. С другой стороны, Геральт ведьмак и его чувства уничтожены испытанием травами. Хотя иногда так и не скажешь. Например, здесь, на Лысой горе, после сложнейшей битвы против хозяек леса и Имлериха, проводя драгоценные минуты наедине со своей пусть и приемной, но дочерью и просто наслаждаясь видами. Я уверен, что он в этот момент что-нибудь дочувствует. Давайте еще минутку посидим вместе с ними и насладимся прекрасным видом и атмосферой. Но как бы мне не нравился этот вид или вид тусэнтских виноградников, лучше всего у разработчиков получился именно скеллиги. Тусэнт это как белый сад, только чуточку больше и находясь в любой точке карты, можешь лицезреть практически всю область тусэнта. А на скеллиге так не получится. На скеллиге есть размах, так как единого материка нет, есть лишь несколько островов, разделенных морем. Оттого, одним из моих любимых мест на скеллиге являются маяки, которые во тьме ночной и буре страшной ведут путников и их корабли мимо скал желающих их смерти. В родной дом с горячей едой, любящей женой и кучкой спиногрызов, жаждущих подарков. Люблю я и водную гладь. Иногда ведь нужна тишина и спокойствие. Посидеть в лодочке, глядя вдаль, окунуться в ледяную воду и подумать о герое этого видео, Николая Воробьёве. Водная гладь скеллигского моря идеально подходит для всего этого. И виды открываются потрясные, и пару контрабандистских нычек можно найти. Самым же везучим получится встретиться с китом. Настоящим китом, а не как в пещере снов. Потрясающе незабываемый вид. И это была небольшая подборка из 10 самых красивых мест в игре. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. И как я уже упоминал ранее, героем этого видео стал Николай Воробьёв, которого можно узнать по псевдониму Эль Горион. Прошу прощения, если ударение не там поставил, у меня с испанским не очень. Спасибо Николаю за помощь каналу, ссылка на его профиль в ВК в описании. Кто хочет подтянуть свой испанский, обращайтесь. Не знаю как с испанским, но нового друга вы возможно найдёте. Подробнее о том, как стать героем и помочь канала в описании под видео. Также многим могло показаться, что графика отличается от той, что идёт в оригинальной игре. И вы правы, это действительно так. Но об этом скоро, в видео по модам. Напишите в комментариях, понравилось ли вам данное видео, а также, какие ваши самые любимые места в Ведьмаке. Скринами этих мест можно поделиться в группе ВК в специальном альбоме. Все ссылки есть в описании. А мы увидимся в следующем видео. И на этом пока, всем пока-пока.